Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня давайте поговорим, как адаптируются наши дети здесь, на территории Польши. Потому что я знаю, это больная тема каждого родителя, который переезжает сюда, который эмигрирует за границей. Поэтому, если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Вопреки всем опасениям мигрантов, всегда все думают, что дети адаптируются очень тяжело, и им намного сложнее за границей, нежели старшему человеку. Скажу вам так, что чаще всего наоборот бывает, что мы, взрослые, прячем свои страхи за детьми, и мы всегда говорим, да он, наверное, не выучит язык, да он не сможет учиться в школе. На самом деле, тем говорим, что это мы не сможем, взрослые, выучить язык, мы не сможем адаптироваться. Потому что дети до 12 лет намного легче адаптироваться за границей, они быстро все схватывают, и им это интересно даже познавать новую страну. Считается также, что с 7 до 9 лет это самый лучший период переезда за границу. Поэтому, если вы еще колеблетесь и не знаете, переезжать или нет, то я, конечно, вам советую, переезжайте. Потому что ребенок – это такое маленькое существо с взрослыми понятиями, которое адаптируется намного быстрее даже, чем вы. И вы-то потом даже будете еще удивляться, что он уже разговаривает на польском языке, например, а вы еще даже не можете связать двух предложений. Чтобы адаптация прошла для ребенка намного проще и легче, начните его подготавливать еще в своей стране. Покажите культуру, покажите, расскажите, что вы переезжаете в другую страну, где будет другой менталитет, другой язык. Включайте те же мультики, сказки, фильмы на том языке, на котором вы будете переезжать, в ту страну, в которую вы будете переезжать. То есть, это Польша. Даже банальная «Маша и медведь» уже есть и на польском языке. Поверьте, она здесь очень популярная, и польские дети ее безумно обожают. «Свинка Пеппа», потом дальше что там еще, «Смешарики». Все есть на польском языке. В YouTube выбиваете названия, пишете «Польский язык». И там выбивают очень много разных мультиков, которых можно посмотреть. Очень классный тоже такой детский мультик «В гостях у Гоще». «Ветеринарная Гоще», или как-то так она называется, уже не помню точно. Там тоже маленькая девочка, которая разговаривает с животными. И там такой простой, легкий польский язык, который вы даже сможете посмотреть сами. Поэтому объясните менталитет и празднование разных праздников на территории Польши. Есть очень много информации в интернете, на YouTube, на канале моем тоже есть много разной информации по поводу празднований, по поводу менталитета польского. Начните ребенка просто подготавливать к этому, что ему предстоит немножко будет изучить другой язык, познакомиться с новыми детьми, что это, наоборот, будет очень интересно и захватывающе. После переезда, когда ребенок отправляется в учебное учреждение, неважно, это ясли, садик, школа, университет, всегда поддерживайте ребенка и разговаривайте с ним. Не замыкайтесь, не кричите на ребенка, потому что для него это важно. Понимаете, это когда вы переезжаете в новую страну, вы-то еще взрослый человек уже-то понимаете, что вам и как делать, да, и то вам все равно страшно. А ребенок, это вообще, он даже не контролирует свои чувства, свои эмоции, поэтому его нужно всегда поддерживать. То есть, если вы идете в школу, то после каждого дня разговаривайте с ним, что произошло нового, что бы он хотел изменить, и либо же, если на вашего ребенка идут угрозы, либо же говорят о нем плохо, потому что, ну, вы должны понять, что когда ребенок иностранец, то начинают его задевать как-то, наверное, сверстники. Ну, всякое бывает. Иногда попадаешь в хорошую среду обитания, иногда, конечно, в плохую. И ребенка нужно к этому подготовить. Поэтому поддерживайте его, и если происходит такая ситуация, что его, например, обижают, то идите к директору, идите разговаривайте, потому что, особенно в приватных учреждениях, вы за это платите, есть камеры, можно по камерам все проследить, посмотреть, реально ребенок задевает кого-то, и начать разговаривать об адаптации там нормально вашего ребенка. Вашему ребенку также объясните, что не нужно быть похожим на них, пускай он ведет себя, как и вел всегда, просто нужно свыкнуться, либо же как-то по-другому разговаривать с теми людьми, которые его, например, обижают. Ну, в общем, вы родители, вы сами знаете, как правильно учить своих детей, я тут ничего не должна вам говорить, но подготавливаю вас к тому, что иногда могут быть такие ситуации, что вашего ребенка будут как-то задевать, что-то говорить, ну, потому что он, знаете, как серая мышка в обществе, в которой приехало новенькое, свеженькое мясо, на которое накидываются многие. Но это я вам не буду тоже пугать всех сразу, что это везде, всюду, так? Нет. Ну, как говорят, в семье не без родов, поэтому польские дети тоже очень уникальные, к которым нужно привыкнуть еще. Также, если ваш ребенок уже более старший, например, находит сверстников, друзей, то не запрещайте ему, например, ходить в гости, потому что в Польше очень популярно, когда детки приходят и ночуют у вас. То есть, если вы с семьями уже подружились хорошо, то возьмите деток, например, польских, переночевать к себе, потом вашего ребенка отведите в ту семью, чтобы переночевали. То есть, общайтесь побольше, выходите на детские площадки, знакомьтесь с родителями. Поверьте, мамочки на детских площадках, они прям жаждут общения, потому что, ну, в основном целый день ты с ребенком, понятно, хочется уже пообщаться не о памперсах, подгузниках, например, либо же еще о каких-то проблемах материнства, а хочется поговорить о нормальных темах. А когда мы приезжаем иностранцы, то у нас, конечно же, немножко другой менталитет, другое общение, какое-то другое видение на все. И чаще всего из-за этого происходят разговоры. Я так и находила себе польских друзей, просто мы приходили в какое-то учреждение, например, в тот же бассейн, в те же магазины, кафе там, либо еще куда-то. И чисто случайно начинали разговор, говорили, блин, а у нас вообще по-другому, вообще мы как-то глупо выглядим. И потом, знаете, вот все равно люди друг к другу притягивают. Если это реально ваш человек, то оно притянется к вам. Поэтому у нас уже такая большая группа друзей создалась, как и русскоязычных, так и польскоязычных. И мне не мешает никак это общаться со всеми. И наши всех дети, которые и русскоязычные, и польскоязычные, дружат между собой, и это прекрасно. Для того, чтобы не создавать психологического дискомфорта, находясь за пределами вашей страны, не сравнивайте жизнь. То есть, если, как я вам уже много раз говорила, если вы идете в магазин, не думайте о том, что цены в вашей стране намного были бы дешевле, либо же дороже. Если празднуется какой-то праздник, не думайте, что о вашей стране делается все по-другому. Вот вы приехали сюда, и начинаете привыкать к той среде, где вы будете жить. И также начинаете показывать пример вашему ребенку. Не отказывайтесь от ваших ритуалов. То есть, если вы в вашей стране, например, каждую субботу с ребенком ходили куда-то, например, покушать, либо в игровые центры, либо же на экскурсии ездили, то и здесь это все возможно. Я много, безумно много раз писала посты в Инстаграме, в Фейсбуке, что есть бесплатные разные комплексы, разные учреждения, разные экскурсии, где будет интересно не только вам, но и вашему ребенку. Поверьте, таких мероприятий безумно много за границей, не знаю, как это проходит в Украине, в России и в Беларуси. В Польше их большое количество, особенно по выходным. Всегда что-то придумывается городом, и очень часто можете найти в выходной день развлечения по тому интересу, который вы увлекаетесь. Если же вы приезжаете в Польшу, и у вас ребенок школьного возраста, и вы не уверены, что ребенок адаптируется в том классе, которому нужно было бы ему перейти, то есть, например, если он в Украине заканчивал пятый класс, и ему нужно переходить уже в шестой класс здесь, на территории Польши, то вы всегда можете отправить его еще раз в пятый класс, чтобы он освоил всю школьную программу. Но я вам сразу тоже скажу, что дети наши, обучение нашего образования, имеющие наше образование, намного умнее, можно так сказать, либо же более сообразительнее, нежели польские дети. Не хочу никого обижать, не хочу ни говорить, ни дискриминировать, конечно же, никого, но вижу по своим друзьям, что их дети, если даже идут на класс меньше, то потом, после двух-трех месяцев, воспитатели, либо же учителя говорят, что ваш ребенок все понимает, уже быстро схватил язык, поэтому вы можете смело переходить уже в старшую группу. Поэтому вы всегда можете отправить его на класс меньше, но а потом уже смотреть просто по обстоятельствам и по тому, как адаптируется ваш ребенок. Если же дети в Украине в школу заканчивают в 16-17 лет, то в Польше дети заканчивают школу в 19-20 лет. То есть, заканчивая уже университеты, они выходят в возрасте где-то 26-30 лет, пропускают какой-то обучающий год, идут работать, а потом возвращаются в возрасте 30 лет опять в университет. Это нормальная практика здесь, в Польше, поэтому все будет зависеть от вашего ребенка и от его желания учиться. Во многих школьных учреждениях ученикам и иностранцам предлагают дополнительные уроки польского языка. И отвечу также на несколько самых популярных вопросов, которые вы мне тоже задаете. Если вы пребываете здесь, на территории Польши, с ребенком, обязан ли он идти в школу? Если у него школьный возраст, то я вам скажу, что да. Если ваш ребенок школьного возраста не обучается в школе, либо же вы не берете задания на дом, то есть не договариваетесь со школой, что вы будете ребенка обучать домом, потому что я знаю, что многие так хотят, то могут быть санкции для родителей. То есть вы можете заплатить штрафы. Платное ли обучение в Польше для детей и иностранцев? Если же, что касается садиков и ясель, то здесь вы выбираете, либо же вы идете в государство, отводите ребенка в государственное учреждение, либо же в приватное. Я уже много раз вам также говорила, что в государственные учреждения, что касается ясель и садиков, идут очередя, и они очень большие, поэтому чем больше город, тем больше очередь, и чтобы попасть туда, нужно остановиться в очередь очень задолго до того, как ребенок идет. Некоторые даже становятся в очередь после того, когда рождается ребенок. Если же так получается, что ваш ребенок идет все-таки в приватный, то, конечно же, вы там платите. И об этом я уже писала пост, так как мой ребенок тоже уже идет в ясли, так как ей только 2 года. Ясли, точнее, жилобок, идет от 6 месяцев до 3 лет, потом идет шестшкола, то есть это садик от 3 лет до 6 лет, потом идет зарубка в 6 лет, и зарубка идет обязательно перед началом школьного образования, если ребенку 5-6 лет, и потом уже идет первый класс, ну и потом уже поступенчато дальше идет, то есть школа, гимназиум, лицеум и университет. Что касается школ, то они бесплатные как и для детей гражданина Польши, так и для детей иностранцев. Конечно же, есть затраты, такие как за страховку вы обязаны заплатить за ребенка за год, далее это за родительские взносы, точнее родительский комитет, но это добровольные взносы, то есть это на разные представления, концерты, праздники. Есть еще взносы для класса, то есть это на покупку какой-то мебели, для покупки, например, учебников, но опять же это тоже добровольно. Потом взносы на экскурсии, здесь 2 раза в год ученики всегда выезжают куда-то, то есть это может быть театр, какая-то выставка, либо же экскурсия в какое-то учреждение, но если у родителей нет финансов, чтобы покрыть экскурсии для ребенка, то ни в коем случае воспитатели, учителя не должны вас заставлять внести этот взнос. Также это расходы на покупку школьной одежды, расходы на питание, потому что чаще всего это катаринг в школах, то есть привозят специальную еду для детей, и вы покупаете там, например, обед, либо же завтрак-обед, либо же завтрак-обед и полудник, но это уже в зависимости от школы. Можете ли вы претендовать на дофинансирование вашего ребенка к подготовке к школе? Есть такая программа, вы можете подать заявление, чтобы вам помогли дофинансировать, но я вам скажу, что это вообще небольшая сумма, там что-то 70, либо 100 злотых на целый период дается, то есть сумма обдается на покупку каких-то школьных принадлежностей, но более детальную информацию я, конечно же, могу для вас изучить и рассказать потом в будущем дофинансирование школьников. Если честно, до конца я так сильно еще не знаю, так как мой ребенок еще маленький, поэтому вот в эту стихию, в эту сферу я еще не углублялась. Но если вам будет интересно, то, конечно же, я изучу этот вопрос, и если что, либо же напишу пост, либо же, как всегда, сниму для вас видео. Ну и если у кого-то есть опыт в получении дофинансирования ваших детей, к подготовке к школе, то, конечно же, пишите в комментариях, возможно, вы знаете больше, чем я. Не бойтесь адаптации за границей, поверьте, дети адаптируются намного проще и намного быстрее, чем взрослые. Главное, будьте поддержкой для своего ребенка, не опускайте руки, все у вас получится, и держу за вас кулачки. Ну а я, в свою очередь, надеюсь, видео для вас было полезным и информативным. С вами идем все уже совсем скоро в следующих видео, и всем пока-пока!